здравствуйте друзья у нас сегодня день 2 вы видите этот помещенец и в котором мы тут оборудуемся этим это уже со светлой по стульчику себя поставили вот значит что оказалось оказалось что томи прекрасно про проходит в эту решетку вы знаете как интересно поэтому значит договорились с контрактором что он придет и как бы поработает с этой решеткой чтобы томи не мог убежать поэтому сейчас он пока вот вы видите на таком как сказать на поводке таком длинном чтобы он тут болтался он может и в дом заходить с ним там когда двери открыты и так далее вот мы купили ему новый ошейничек хороший такой широкий но вам может быть не очень видно его там тут то не черт что было такой хороший вот и и поводочек мы ему купили тоже совершенно другой что он делает он в общем то начинает играть вы видите вообще-то эта игрушка она очень я бы сказал интеллектуальная это такой ванька встанька в которой еще и можно корм насыпать и вот этих болтаний ваньки встаньте там из него этот корм подсыпается вот знаете вот тут у него дырочка вот видите дырочкой там можно делать ее больше меньше и там соответственно будет высыпаться здесь пока нет никакого корма в общем он так начинает интересоваться игрушками вы видите периодически вот это вот свиное ухо он грызет и тут у него канатик там вот если там снизу болтается на там этот канатик он его подгрызает то есть так более-менее осваивается значит что еще сказать голос подает легко например вечером он возмущался когда мы его спать отправили он немножко даже скандалил но мы не такие что знаете нас на скандал сильно взять он минут пять там повыражал возмущение возмущение он выражает нас как большим количеством паскуливание и таких звуков найти обиженных но в общем так ничего пьет он водичку вот сказать что много пьет водички вот постоянно такое ощущение что он постоянно постоянно хочет пить я бы сказал что вчера он конечно в стрессе в таком был серьезным вот сейчас меньше стресса и он любит так и на ручках и когда почесывают и когда играют с ним я друзья вы знаете с юрой спаса кукотским занимаюсь так вот с юрой мы в основном занимаемся сами понимаете мышц качаем там такой бодибилдинг фитнес и так далее с появлением значит томика мы больше переключились на то что называется кардио то есть я с ним бегаю он надо сказать с колоссальным удовольствием за мной бегает вот и так вот когда нужно его утомить значит я бегаю с ним по двору бегу я бежит он вот мы такие два бегунка вот пока еще пока еще он устает быстрее чем я то есть оказалось что я в общем здоров побегать вот давайте он как он поспал вот сейчас вы видите собаку которая поспала и как она себя нормально чувствует цвет который час чего очень короче 12 15 до 12 15 нам надо завтракать скоро мы обычно в это время может быть ближе к часу у нас со светланой завтрак хотя сейчас мы встаем раньше чем обычно знаете его надо вывести подписать собак собаке на этого почему такая вот такая история он он осваивается я бы сказал что разница между первым днем и вторым довольно существенно мы можем с побегать для вас если хотите вы с ним побегаем томи бегать пойдем увлекся ну ладно сейчас сейчас побежим мы с ним вы видите друзья у нас новая диспозиция вот мы вышли во двор вот я вам показываю двор двор большой красивый камнем выложенные плиточкой такой бетонный так отчет там уселся он такой ласточка такая сидит эти как он сидит пошли томи побежали 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 пока он вообще интересно спахнет ближе к свете интересует значит он спрыгивает вот не через эти ступеньки тут его кажется высоко а вот спрыгивает через те причем спрыгивает в прыжке так он бежит и прям туда одним прыжком. Пошли. Томми! Томми! Разлегся. Ты посмотрите на него. Взял и разлегся. А мы с тобой бегать собирались, нет? Бегать что будет? Я что ли? Один? Томми, я один бегать не могу. Ну давайте, давайте поглажу. Ты такой хороший, такой сладкий пес. Такой сладкий, замечательный пес. У него молочные зубки. Они такие остренькие. Так, Томми, побежали, побежали. Побежали, побежали. Побежали, давай. Сейчас, сейчас я его запущу, секунду. Помогло то, что я мячик выбросил Томми. Но вы знаете, что он побежал за мячиком и снова к себе в логово пристроился грызть мячик. Но вы видите, пока не удается с ним побегать. С утра мы бегали. С утра бегали. Так, давай я тебя мячик заберу. Пошли, пошли, пошли. Побежали, побежали, побежали. Ах ты, разбойник. Он победил в борьбе за мяч. В общем, пока так. Давайте поближе на него наведу. Так. Света ему, как на бабечку, значит, к крейту, к будке, приделала камеру, которая ей на селфон в прямом, значит, в таком режиме показывает, чем занимается пёсик. То есть, насколько он там проснулся и так далее. Ну, вот он что-то грызет. Не хочет побегать с родителями-то. Надо сказать, надо сказать, друзья, что Томми, лёжа там, значит, во дворе, он с большим интересом смотрел, как я бегаю по этому двору. Как бы он с сочувствием. Он так лёг, знаете, лежал на коврике таком и посмотрел на меня так. Мол, дед бегает, тут всё путём. но не присоединился. Может быть, знаете, что может быть с утра он, поскольку в будке там залежался, вот, так ему хотелось побегать. А сейчас нету, он так, как себя прекрасно чувствует. Вот, такой исследователь, мыслитель, ой-ё-ё-ё-ё. Мы ему поставили отдельно, купили, Чарли, Томми, не лезь мне в это. Мы ему отдельно поставили такую непроливашку для воды. Вот, а тут ещё одна есть. просто мы, Светоч, пошла сейчас, накупила там разного добра. И, в частности, вот эту штучку и поводочек такой хороший, знаете, солидный. Вот, не то, что там ему дали в этом самом месте, где он был у тренера. Я заполнил форму онлайн с компанией Фронтир, которая нам привезла собаку. дело не в будке, но там документация в ней. И там же в будке был навигатор, который Лориса с собой брала, Лора брала с собой, чтобы ехать от аэропорта, значит, там, три часа езды до бридера. и каким-то образом, вот, понимаете, молодые тетки, они, в общем-то, не имеют такого жизненного опыта, как мы, люди постарше. То есть, взяла, положила в будку, будка, это же не чемодан, там, с замком, понимаете, положила в будку ценный предмет и плюс документация. я бы никогда в жизни, ну, может, когда-то, раньше бы, но не сейчас, я бы документацию никогда не отправил куда-то, в какой-то контейнер, который может не прийти потом, или там, из которого, который не запирается, из него может выпасть, забрать могут. Ну, в общем, короче, мы настучали пока, значит, тренеру нашему, говорим, вот, потерялась, в компанию я заполнил формальные запросы, там мне номер присвоили, потому что до этого у меня было такое ощущение, что нас почти проигнорировали в самом аэропорту, как-то, обычно, когда пропадает багаж, то заполняется такая формочка, никакой формочки там не было, вообще ничего не было, была какая-то тетка, которая не знает английского слова крейт, тетка из Индии, она не знала слово крейт, и никак не могла понять, о чем речь, пока ей Лариса не показала на мобильнике фотографию этой штуки, она говорит, ааа, вот это, туда-сюда, но, в общем, при этом ничего такого не произошло, поэтому, я думаю, от греха подальше, заполнил форму, надо сказать, что форму эту я нашел с большим трудом, потому что, когда вы гуглите про потерянный багаж и компанию Фронтир, значит, вы попадаете на веб-сайт, и на этом веб-сайте написано компанию Фронтир, страничка специальная, и они говорят, звоните вот по этому телефону, если хотите, зафайлы Флэйм, звоните по этому телефону, я звоню по этому телефону, и они говорят, у нас так много звонков сейчас, что мы не можем ничего принять, в общем, звоните позже, еще раз звоните, сейчас такая вообще интересная система, это повсеместно, это не только у них, то есть, такой бардак, которого раньше себе даже представить было невозможно, такого, вот сейчас это на каждом шагу, теперь, у нас там под глазиком что-то там подтекает, Свет, а что-то то, что под глазиком подтекает, что мы будем делать? Мы будем сначала помоем? Да. А потом у меня есть такие колюшки, которые хорошо, значит, Света говорит, что мы сначала помоем собачку, вот, и вообще надо будет, конечно, надо врачу показать и там, ветеринару, и так далее, Э, Дрожища, не надо тут грызть ничего, вот тут грызть ничего не надо, вот эта, вот эту, и вот это не надо, не теория, в это вот грызть, да, ну и, конечно, можно, можно помыть там это дело, чтобы, оп-оп-оп, Дрожища, Дрожища, это полезный предмет, на нем вода стоит, не тяни, видите, что делать? вот, Грызунды, они, собака натуральный ты суслик так света не надо было ему резиновый подносик ставить он его грызет теперь смотрите как он даже разыгрался разыгрался и поймете как бы вы с ним получается играем он грызет подносика я его держу потом это не игра я тебе честно скажу это совершенно не игра но вы видите он довольно оживленный такой пес по-своему даже немножко шебутной я хочу сказать что когда мы на него смотрели как он сидел в руках у тренера как он сидел до попадания к тренеру как он сидел на руках у работников этого бридерского хозяйства у заводчиков было ощущение что он даже малька такой приторможенный это посидит такой вообще флегма он никакая нифига не флегма то есть почему-то вот он так на них реагировал но у нас друзья вы видите как вот эти вот лучше лишь черт так томе но но ты понял да но но ты сладкий замечательный пес но ты должен что соответствовать соответствовать а то вы тебя оставим на второй год в первом классе ты понял вот или ты будешь завтракать будешь в ужин да как там в кинофильме там в республике шки нет друзья конечно никто не будет мучить этого пса разбойного у тебя будет это хороший пёс все не не значит эта резинка друзья его развращает она его развращает надо будет свете так нет но нет вообще сама манера нехорошие знаете вот это вот то есть как бы когда знаешь что вдруг завязывай завязывай ведь он считает что ты игра вы видите как он скачет свет но так нельзя правда он утащил утащил твою резинку и хочет ее сожрать который ты коврик его подстелила посмотри ты видишь как он как он с этим ковриком бегает его никакие игрушки не нужны и не нужны никакие игрушки а ты скажи еще как он вытирается когда у него морда вся мокрая да он когда морда мокрая он пристал его отдельно вытирать да стой я наступлю на тебя когда морда мокрая он норовит пролезть сзади под красным свете и про и пролезть мордой вот между ногами и вытереться морды об одну ногу и об другую вот такой вот он у нас разгоне я хочу сказать что друзья видимо это очень хорошая игрушка смысле резиновая так вот думаешь что ему дать такое чтобы ему хотелось ее там тягать знать как это пословицы говорят что как тузик грелку да вот это у нас фактически грелка такая только она плоская без воды так тузик он же томик иди сюда мальчик вот смотри вот такой друзья у нас дружок появился значит ко мне обращаются люди с опытом собачьим и говорят друзья вас надо спасать вот мы вас сейчас научим я очень признателен честно я для серьезно потому что мы немножко сами растерялись знаете это же как бы живое существо к ему привыкнуть надо какие-то у него ну какой-то характер какие-то повадки мы конечно сейчас не такие как мы были 20 лет назад когда у нас появилась первая собака мы мы часто залег туда прям вот мы сейчас конечно намного опытней но все равно большой перерыв у нас десять лет собаки не было вот такая вот такая вот у нас тут киностудия не кусаться не кусаться не кусаться но но вот помашем лапкой видите как он норовит меня зубками своими зубками своими молочными не надо меня зубками молочными не надо вот передадим привет нашим зрителям и до следующих встреч друзья а